Незаконная перепланировка Незаконная перепланировка Это очень быстрый срок Чтобы согласовать перепланировку Необходимо разработать проект Сложные изменения помещений потребуют Участия специалистов Понятно, что архитектор берет за проект определенные деньги Скорость его изготовления Чем быстрее, тем дороже Отверждение пожарной инспекции Это время Можно это сделать недорого самому Но очень-очень долго Созданный проект перепланировки Необходимо предоставить на рассмотрение В межведомственную комиссию при районной администрации После получения разрешения Межведомственной комиссии Можно начинать работы По их окончанию МВК принимает решение Узаконить или нет перепланировку И выдает соответствующий акт После чего необходимо обратиться в кадастровую палату Только после того, как произойдет Государственный кадастровый учет изменений Объекта недвижимости Можно говорить, что пользователь Ну или правовладатель Закончил процедуру Узаконивания своих изменений Потому что наличие этих сведений В государственном кадастре недвижимости Говорит о том, что эти изменения легитимны Имеют под собой правовую основу Как правило, отказов в регистрации На этом этапе практически нет Главное собрать весь пакет необходимых документов В случае вынесения отказа И возврата все назад Потом это все придет еще раз Еще раз на функциональный центр Вся вот эта цепочка Еще раз документы смотреть Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том Чтобы отказов было как можно меньше Многие петербуржцы Из-за сложности прохождения всех этапов согласования Предпочитают без ведома каких-либо служб Изменять жилые пространства Конечно, вероятность того, что об этом узнает кто-то минимальны Но она есть Например, если собственнику понадобится Техпаспорт квартиры И при осмотре помещений Инспектор зафиксирует изменения Приходит инспектор Смотрит, что у тебя перепланировка Отмечает И ты мало того, что получаешь Техпаспорт с неузаконенной перепланировкой Можешь получить предписание О необходимости возврата В исходное состояние Иначе тебе будут начисляться штрафы И по закону Вплоть до лишения тебя собственности Конечно, лишение собственности Это крайняя мера 70% квартир в городе где-то ориентировочно Имеют перепланировки разной степени тяжести Имеется указание об этом соответствующем паспорте на квартиру Но привлечение к ответственности Носит там разовый характер Но практически очень редко когда бывает Сложности могут возникнуть и при продаже квартиры Хотя мнения экспертов о том, может ли повлиять факт Перепланировки на выбор покупателя Различны Узаконивать перепланировки необходимо Это наша позиция Хотя продать квартиру Как бы на сегодняшний день С неузаконенной перепланировкой Большой проблемой не является В некоторых случаях незаконная перепланировка Может стать предметом торга Однако все зависит от сложности переустройства квартиры Можно сказать Я не куплю вашу квартиру Где снесена кладовка Потому что это перепланировка И это дефект А продавец в этом случае скажет Ну хорошо, я найду менее щепетельного покупателя Которого снесенная кладовка не остановит Можно сказать Стоимость легализации установки Вот этой ванны в квартире Будет 10% от стоимости квартиры И это другая ситуация Поэтому эксперты советуют При покупке квартиры С незаконной перепланировкой Обращаться к специалистам Для оценки расходов Необходимых для устранения нарушений Кроме того Покупатель квартиры С незаконной перепланировкой Может получить отказ В выдаче ипотечного кредита Все зависит от банка Государственные структуры АИЖК Они категорически не приемлют никаких изменений в квартире Там ВТБ и Сбербанк Не нарушены там серьезные какие-то изменения То есть не перенесена кухня в спальню Ну и ладно Тем не менее, это может стать поводом Для изменения условий выдачи кредита Например, уменьшения суммы В любом случае ответственность За незаконную перепланировку После покупки квартиры Ложится на нового собственника Даже если не он проводил изменения Чтобы последствия не стали неожиданностью Для нового владельца Стоит перед покупкой Заказать кадастровый паспорт на квартиру И выписку из реестра прав Бывают всякие мошеннические схемы Выписку могут подделать Кадастровый паспорт могут подделать Пусть покупатель потратит Это крайне небольшие деньги Относительно стоимости квартиры Это вообще ничто Сам закажет себе выписки Конечно, особого внимания Требуют те квартиры Где узаконить перепланировку невозможно В этом случае новому собственнику Придется за свой счет Возвращать помещение В первоначальное состояние Прежде чем купить квартиру Поинтересуйтесь у продавца Техническим паспортом И сравните указанный в нем план С реальной обстановкой в помещении Иначе к расходам на покупку жилья Придется еще добавить немалую сумму На то, чтобы узаконить перепланировку Акценты расставлены В студии была Наталья Бабенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова